Животные населяют все материки нашей планеты. Интересно, что на каждом из них обитают виды, не встречающиеся более нигде. Это объясняется тем, что на каждом материке сложились особые, неповторимые условия. Да и длительная изоляция их друг от друга тоже является причиной различий в составе животных. Чем дольше были изолированы друг от друга отдельные материки, тем более непохожие животные живут на них. Познакомимся с некоторыми из них поближе. Евразия. На этом материке находится наша страна, о природе которой вам уже известно немало. Поэтому познакомимся поближе с природой Юго-Восточной Азии. В горных лесах Восточного Китая растет самое древнее растение современности гинко. Оно появилось примерно 100 миллионов лет назад, когда на земле еще царствовали динозавры. В Китае и Японии гинко издавна считалось священным растением и высаживалось возле храмов. Во многом благодаря буддийским монахам это живое ископаемое сохранилось до наших дней. Только на территории Китая встречается уникальный медведь, большая панда. Он считается символом Китая, и редкий зоопарк мира может похвастаться, что у него есть этот медведь. Следующий материк, на который мы с вами отправимся, это Африка. В саваннах Африки растет дерево, которое не без оснований считается восьмым чудом света. Это Баобаб. Пожалуй, ни одно дерево не изображают так часто на открытках, марках и плакатах. Будучи не очень высокими, Баобабы поражают толщиной своего ствола, диаметр которого может достигать девяти метров. Их мощные корни уходят глубоко в почву и занимают большую площадь, обеспечивая растения необходимой влагой, особенно в сухой сезон. Если спросить, какие животные обитают в Африке, в числе первых будет назван бегемот. До XIX века бегемоты населяли практически всю Африку, но к настоящему времени они сохранились только в национальных парках Центральной и Восточной Африки. Бегемоты населяют мелководье рек и озер. Они прекрасно плавают и ныряют и могут оставаться под водой до пяти минут. Питаются бегемоты водными и прибрежными растениями, прокладывая в их зарослях настоящие тропы. Самым удивительным животным Африки является, несомненно, жираф. Это самое высокое животное, рост которого достигает шести метров. При этом около половины приходится на его шею. Обитают жирафы в саваннах к югу от Сахары. Пятнистая краска хорошо маскирует животных в зарослях кустарников и среди деревьев. Жирафы держатся небольшими группами, иногда образуя общие стада с антилопами и страусами. Питаются они молодыми побегами и бутонами зонтичных акаций или других деревьев и кустарников. Самым крупным из ныне живущих наземных животных является африканский слон. Высота этого гиганта достигает четырех метров, а вес семи с половиной тонн. Африканские слоны обитают в Африке южнее Сахары, однако большими стадами встречаются только в национальных парках и заповедниках. Слоны населяют саванны, леса и поймы рек. Питаются они травянистой растительностью, а также листьями и ветвями деревьев, срывая их с помощью длинного и сильного хобота. Африканский страус является самой крупной современной птицей. Его рост достигает двух с половиной метров, а вес 136 килограмм. Страусы населяют безлесные пространства Африки. Питаются они травой, листьями и плодами, а также ящерицами и насекомыми. Нередко они пасутся вместе с зебрами и антилопами. Обладая острым зрением и будучи очень осторожными, страусы играют роль своеобразных сторожей, предупреждая остальных об опасности. Убегая, страус делает четырех-пятиметровые шаги, развивая при этом скорость до 70 километров в час. В Северной Америке растут хвойные деревья-гиганты секвои. Их высота достигает 110-112 метров, а диаметр ствола 11 метров. Европейские поселенцы впервые обнаружили леса из секвои в 1760 году. Из-за характерного цвета древесины ее назвали красным деревом. Шишки секвои бывают размером с большую дыню. На юге Северной и Центральной Америки растут агавы. Крупные сочные листья этих растений собраны в розетку. Агавы интересны тем, что цветут всего один раз в жизни. Одни виды зацветают на пятый, другие на пятнадцатый год жизни. А есть и такие, которые цветут только через пятьдесят и даже сто лет. Многочисленные цветки агавы собраны на вершине мощного цветоноса, высота которого достигает трех, восьми и даже десяти метров. Из-за своего необычного вида многие агавы выращивают как декоративные растения. В Северной Америке живет удивительный зверек скунс. Его черный как уголь мех расцвечен двумя широкими белыми полосами, тянущимися от головы к пышному хвосту. Передвигаясь в поисках пищи, скунс часто держит хвост вертикально, из-за чего заметен издалека. Однако хищники не спешат нападать на него. Дело в том, что защищаясь, скунс брызгает в обидчика резко пахнущую жидкость, которая вызывает приступ головокружения и тошноту. В лесах Центральной и Северной Америки обитает енот-полоскун. Питается он лягушками, раками, рыбой, охотно поедает ягоды, фрукты и орехи. Перед тем, как съесть пищу, енот тщательно моет ее в воде. За это он и получил свое оригинальное название. В тропических лесах Южной Америки растет всемирно известное дерево гивея. Дело в том, что она вырабатывает совершенно особый млечный сок, который наполовину состоит из натурального каучука. До появления резины именно из него делали автомобильные шины, подошвы для обуви, предметы гигиены и так далее. Однако до сих пор натуральный каучук не потерял своего значения, поэтому гивею культивируют не только в Южной Америке, но и в Африке и Юго-Восточной Азии. В тропических реках Южной Америки растет самая крупная кувшинка Виктория Регия. Ее огромные плавающие листья с загнутыми краями достигают в диаметре двух метров и легко выдерживают вес до 50 килограммов. В тропических лесах Южной Америки обитает также самая крупная змея анаконда. Ее средняя длина колеблется от 5 до 6 метров, хотя отдельные особи могут достигать 10 и даже 11 метровой длины. Анаконда населяет тихие речные заводи и небольшие протоки в бассейнах Амазонки и Оренока. Она прекрасно плавает и может подолгу находиться под водой. Затаиваясь на дне, анаконда охотится из засады, подстерегая мелких копытных, водоплавающих птиц и молодых кайманов. В сухой сезон она пережидает, зарывшись в донный ил и впадая в оцепенение. В пампасах, кустарниковых зарослях и разреженных лесах Южной Америки встречается удивительное животное — гигантский муравьед. Он отличается узким и стройным телом с вытянутой трубкообразной головой. На втором и третьем пальцах передних лап муравьеда отрастают длинные когти. С их помощью он разрушает прочные стенки термитников или раскапывает муравейники. После этого муравьед протискивает узкую голову в разлом и слизывает насекомых, используя для этого длинный, покрытый клейкой слюной, язык. В тропиках Южной Америки встречаются самые маленькие современных птиц — калибри. Длина некоторых из них не превышает 6 см, а вес — полутора грамм. Эти ярко окрашенные птички, словно разноцветные фонарики, зависают перед благоухающими цветами. Частые взмахи крыльев и довольно длинный и тонкий клюв позволяют им доставать нектар, не присаживаясь на цветок. Название броненосец говорит само за себя. Сразу представляется закованный в прочную броню средневековый рыцарь. Именно так выглядят населяющие пампасы и тропические леса Южной Америки — животные с одноименным названием. Верх тела броненосцев покрыт прочным костным панцирем, украшенным множеством роговых пластинок. Недаром испанское название броненосцев «армадилы» переводится как «несущие доспехи». В момент опасности броненосцы могут сворачиваться в шар или быстро закапываются в землю. Самым высоким деревом среди цветковых растений является эвкалипт. Его высота может достигать 110 метров. Родом эвкалипт из Австралии. Его узкие длинные листья покрыты слоем воска, предотвращающим потерю влаги. Интересно и то, что листья эвкалипта расположены к солнцу ребром, из-за этого под ним никогда не бывает тени. В коре и листьях эвкалипта содержатся разнообразные эфирные масла. В сухую погоду они интенсивно испаряются, так что воздух в эвкалиптовых лесах насыщен ими до предела. Достаточно маленькой искры, чтобы вспыхнул страшный лесной пожар. В саваннах Центральной Австралии растет близкий родственник какао – бутылочное дерево. Своё название оно получило благодаря тому, что его 15-метровый ствол удивительно похож на гигантскую бутылку. В его нижней части образуются особые полости, в которых скапливается вода. В сухой сезон или во время засухи растения используют эти запасы, не боясь засохнуть. В эвкалиптовых лесах Восточной Австралии обитает коала или сумчатый медведь. Большую часть времени коала проводят в кроне деревьев, поедая листья эвкалиптов. Кроме них он ничего не ест. На землю он спускается только для того, чтобы перебраться с одного дерева на другое. Впервые европейцы узнали о нем в 1880 году, когда лондонский зоопарк купил живого зверька. Из-за густого и красивого меха на коала началась неконтролируемая охота. В результате уже к началу 19 века он оказался на грани исчезновения. К счастью, правительство Австралии приняло закон о запрете охоты на коала и создании сети заповедников для его охраны. В эвкалиптовых саваннах Восточной Австралии обитает гигантский серый кенгуру. Это самое крупное современное сумчатое животное, рост которого достигает полутора метров. Спасаясь от опасности, серый кенгуру совершает девятиметровые прыжки. Кенгуру является настоящим символом Австралии. Недаром его вместе с Эму поместили на герб этой страны. Самым удивительным животным Австралии без сомнения является утконос. В существование этого зверя долгое время не могли поверить, настолько необычно он выглядит. Голова утконоса заканчивается утиным клювом, на лапах развиты плавательные перепонки, а сильный плоский хвост напоминает бобриный. Кроме этого, на задних лапах самцов развиты крупные шпоры, в основании которых расположены ядовитые железы. Утконосы, подобно птицам или крокодилам, откладывают яйца, однако вылупившихся из них детенышей вскармливают молоком, как коровы, зайцы, волки, человек и другие млекопитающие. Самыми красивыми птицами Новой Гвинеи и Австралии по праву считаются райские птицы, населяющие горные леса. Впервые о них узнали после кругосветного плавания Фернана Магеллана. Именно тогда несколько шкурок райских птиц попали в Европу. Из-за того, что они были лишены ног, распространилось мнение, что они всю жизнь проводят в небе и никогда не садятся на деревья. Только в 1862 году известный английский зоолог и натуралист Альфред Рассел Уоллес привез в лондонский зоопарк пару живых райских птиц. Природные условия в Антарктиде очень суровые, поэтому животных и растений в Антарктиде мало. Настоящими оазисами среди полярных снегов и ледников выглядят подушки мха. Среди покрытых причудливым узором из лишайников, камней и скал, изредка встречаются цветковые растения, щучка антарктическая и колобантус. Самым крупным пингвином, обитающим в Антарктиде, является императорский пингвин. Он был открыт выдающимся русским мореплавателем, адмиралом Фадеем Фадеевичем Беренсгаузеном во время его путешествия в Антарктиду. Огромные колонии императорских пингвинов располагаются под защитой утесов около участков открытого моря. Интересно, что императорские пингвины выводят своих птенцов в самый разгар суровой антарктической зимы. В сильные морозы пингвины собираются тесными группами, не давая замерзнуть птенцам и друг другу.